Библейский портал экзегет.ру представляет Продолжаем разговор про книгу пророка Ионы на портале экзегет. С вами Иерей Алексей Волочков. Итак, поговорим сейчас о бубчей композиции сочинения книги пророка Ионы и разберем первую главу. Итак, как всем известно, книга пророка Ионы имеет четыре главы, которые делятся очень хорошо, очень симметрично на две части. Первая и вторая – это первая часть, третья и четвертая главы – это вторая часть. В обоих частях есть логика, есть связь, есть развитие одного сюжета. Итак, первая глава и вторая глава посвящены тому, что называется нисхождение, нисхождение пророка Ионы. Пророк Иона испытывает призыв, услышит призыв Бога, Бог обращается к нему с поручением пойти в город Ниневию и там нечто важное заявить. И пророк Иона, он спускается. То, что с ним происходит, может быть названо одним глаголом – он спускается. Он спускается всё ниже и ниже. Он идёт в порт, садится на корабль, в корабле опускается в трюм. Из трюма он оказывается выброшенным за борт корабля. Его там хватает рыбина, который опускается туда, в место, которое описывается как до основания земли. Это есть момент нисхождения. Получается, до глубин ада опускается герой этого сочинения. Часть вторая является попыткой изложить подъём или восхождение этого пророка. Пророк Иона оказывается на берегу моря, потом идёт в Ниневию, поднимается выше и выше, оказывается в этом городе, излагает свою весть, и город Ниневия, он раскаивается. Однако в этой общей композиции есть ещё одно завершающее главу четвёртую очередное нисхождение героя этого сочинения – пророка Иона, где он опять уходит из города, бежит в пустыню, лежит под растением Тикайон. И вот начинается очередная волна депрессии, уныния у этого пророка. И эта ситуация оказывается неразрешённой, нерешённой, как будто книга оказывается завершённой многоточием. Иона спрашивает Бога, Бог ему кратко отвечает. И мы не знаем, устроил ли Иону Божий ответ, смирился ли он, получил ли он ответ на то, что его волнует, то, что его беспокоит. Итак, нисхождение, восхождение. И в этих двух частях есть две депрессии, есть два божьих призыва, есть две божьих вести. Таким вот точкой, где первая переходит в часть вторую, можно назвать этой точкой главу вторую, содержится псалом, где есть такая пространная молитва, обращённая Ионы, ищерева кита, ищерева этой рыбы к Богу Израилеву. Это то, что касается композиции этого сочинения. Ну и сейчас переходим к самому интересному, самому приятному, к чтению библейского сочинения. Итак, книга пророка Ионы. Глава первая. «В Ионе, сыну Амитая, было слово Господа». Это есть нормальное название каждого пророческого сочинения. Кому-то, сыну кого-то, было что-то, было слово Бога, слово Господа. И в этом отношении книга Ионы, она как бы заявляет о своём жанре. Эта книга тоже о пророчестве, тоже о пророке. Скажем пару слов про имя этого героя сочинения, о Ионе. Слово Иона есть в еврейском языке, но это слово означает «голубка», «голубица», «голубь». И в этом отношении можно сделать два таких вот наблюдения, размышления о том, почему герой этого сочинения получает от Бога, либо получает в сочинении именно такое именование. Ну вот, во-первых, голубка ли Иона? Точно ли он как голубь себя ведёт, услышав обращение Бога или нет? И, конечно же, читая книгу, мы понимаем, что Иона ведёт себя как другие животные, другие птицы, гораздо более упертые, настырные, непослушные, но не как голубка. И в этом отношении мы находим то, что в этой книге присутствует очень часто – иронию. Да, вот такая вот ирония. Пророк Голубка ведёт себя не как голубка. С другой стороны, мы можем сказать, что действительно Иона – это голубка. И Израиль – это голубка, потому что голубь является жертвенным животом, которое Бог повылевает или разрешает приносить жертву в храме. И Иона, и сам Израиль оказываются теми субъектами, которые играют в плане Божьем какую-то трагическую, непонятную самим этим персонажам, самим этим субъектам трагическую роль. И в этом отношении Иона, вопреки своей воле, получающий поручения, послушания, повеления, оказывающийся участником всех этих бедствий, воистину оказывается этой голубкой. Дальше. Вот мы читаем во втором стихе то, что Бог ему говорит. «Отправляйся в путь, иди в большой город Ниневию, обречай её жителей, объяви им, что мне стали известны их злодеяния». В этом отношении тоже книга пророка Иона является типичным пророческим сочинением, потому что многие пророки очень часто рассказывают, рассуждают об Ассирии, рассуждают о Ниневии. И это не странно, потому что Ассирия, потому что Ниневия была той державой, тем городом, которые уничтожили Северное Царство. И, конечно же, ну как это можно сравнить? Это какой-то враг с большой буквы, противник с большой буквы. Это есть воплощённое зло. И вот в это, в сердцевину, в столицу, в сердце, в нутро этого настоящего зла отправляется Божий посланник, отправляется пророк Иона. Дальше. Иона отправился в путь, решив убежать от Господа в Таршиш. Он спустился в Яфу, нашёл корабль до Таршиша, заплатил и сел на этот корабль, чтобы уплыть на нём от Господа в Таршиш. Таршиш – это есть место, которое было известно в Древнем мире, известно израильтянам, но которое было на противоположном конце, обитаемого, цивилизованного, известного мира. Ассирия – это Междуречье, Неневия – это Месопотамия, а Таршиш или Тарсес – это колония феникийцев, находящаяся в Испании. Он хочет плыть, от Бога убежать на другую часть Средиземного моря, в Испанию, в Таршиш, феникийскую колонию. И мы находим мотивацию, мы не слышим, не читаем, не обретаем в этих стихах, но почему так поступает Иона? Что заставляет им, что мотивирует его бежать от Бога, бежать от поручения Божьего? Всё, что мы имеем, это есть какие-то предположения, догадки. К этим догадкам, предположениям мы обратимся, пожалуй, в конце нашего цикла, когда будем говорить о богословии, о смыслах этого сочинения. Пока нам важно то, что Иона является пророк молчания, молчаливый, он очень неразговорчивый. Мы не понимаем никогда то, что им движет, можем лишь догадываться то, что им движет. И вот читаем дальше. «Но Господь наслал на море большой ветер, и начался сильный шторм. Корабль готов был разбиться». Выясняется, что это была для древних вещь неочевидная. Господь Израилев есть царь и море тоже, и Даршиша тоже, и Неневии тоже. Воистину, Бог Израилев не Бог какой-то маленькой территории, не Бог народа, а Бог всего, обитаемого мира, или шире, это Бог всего мироздания. И поэтому море повинуется Богу. Эта стихия мощная, непокорная, является послушным орудием в руках нашего Творца. Начинается, возникает шторм, и начинается сильный ветер. В стихе 4 есть слово «большой годоль», и вот этих годоль, этих большого, очень много в книге пророка Ионы. Большой город, большие грехи, большое бедствие, большое растение вырастает в конце сочинения над Ионой, скрывая его от солнечного жара, от солнечного света. И тут то же самое, большой ветер, и начинается большой шторм. «Страх охватил моряков, каждый стал взывать к своему Богу, моля спасение, чтобы обличить корабль, груз побросали в море». И вот мы встречаемся уже лицом к лицу с поведением язычников. Это, конечно же, не евреи, не израильтяне, это есть, скорее всего, фенитийцы, люди путешествующие, люди, знакомые с морской стихией, и вот они сталкиваются с угрозой. Как они себя ведут, встречаясь с этой угрозой? Ну, конечно же, охватывает их страх, они люди, но они не теряют самобладание, они действуют и предпринимают ряд очень важных действий. Во-первых, они пытаются спасти корабль, выбрасывая за борт груз, ценные, да, вот ценные, готовы они пожертвовать чем-то ценным, но материальным, ради спасения себя и пассажиров, находящихся на этом корабле. Ну и также мы находим в этих лицах людей религиозных. Как могут, как знают, они начинают молиться тем, кто им знаком, своим богам. Это люди религиозные, молящиеся, при этом предпринимающие действия по спасению корабля. Что делает в это время Иона? А Иона, спустившись в трюм, лёг и крепко уснул. Иона, очередное спускание ниже, мы тут наблюдаем, ниже и ниже, Иерусалим, порт, побережье, море, трюм корабля, спускается в трюм, лёг и крепко уснул. Как можно понять поведение, мотивацию этого человека, который при угрозе кораблекрушения готов лечь, заснуть? Но, скорее всего, Иона готов умереть. И вот это вот желание смерти, желание, готовность умереть, лишь бы не выполнять Божью волю, это есть то, что свойственно этому человеку. Иона для себя уже умер. Он не против этой участи. А раз он не против, то он до того не против, что готов лечь в трюме и спокойненько заснуть. Это человек, находящийся в величайшем стрессе, напряжении. Этот стресс вызывает в нём такие непонятные нам реакции. Капитан подошёл к нему и сказал, «Чего ты вспишь? Вставай, призови своего Бога. Может быть, Он вспомнит о нас, и мы не погибнем». Находим тут в этом стихе изображение капитана корабля, тоже язычника, который удивлён поведением Ионы, интересуется, почему он не молится, ведёт себя нерелигиозным, неблагочестивым образом, в отличие от его команды, от его моряков, и говорит очень важную вещь. «Призови ты своего Бога, потому что очень вероятно или возможно Он нам поможет». Мы тут находим язычника, который точно угадывает, кого нужно просить, чтобы он нам помог. Бог Израилев. Ещё раз мы тут видим образцового капитана корабля. Все стали говорить друг другу, «Надо бросить жребий, чтобы узнать, из-за кого мы терпим это бедствие. Бросили жребий, и жребий пал на Иону». Вот ещё одно действие команды. В наше время, конечно же, в христианскую эпоху мы избегаем такого образа. Выяснение воли Божьей мы не бросаем жребий, мы молимся, желаем от Бога ответа иным образом. Но в древнем мире, в ветхозаветную эпоху, жребий была нормальная практика для людей религиозных, для израильтян. И вот язычники, моряки бросают жребий и действуют правильно. И жребие даёт им правильный ответ. Бог через жребий общается с язычниками, говоря, что из-за Ионы случается с вами это бедствие. Читаем дальше, стих 8. «Раз из-за тебя мы терпим это бедствие, так скажи нам, кто ты?» Спросили они его. «Чем занимаешься? Откуда едешь? Где твоя родина? Из какого-то народа?» Они пытаются узнать подробности. Интерес возникает у них к Ионе, к его участи, к его судьбе, к его народу и к его вере. Возникает момент встречи язычника и еврея. И еврей может нечто важное язычнику рассказать о Боге, о Израиле и о смысле жизни. Что отвечает Иона? Иона отвечает таким подобием символа веры. Вот это такой маленький ионин символ веры. Иона, как мы знаем, пророк очень малоразговорчивый, и поэтому символы веры тоже очень маленькие. Он отвечает «Я еврей», – сказал он, – «я чту Господа, Бога Небесного, создавшего море и сушу». И вот это то важное, что считает нужным Иона или автор сочинения изложить о Боге Израилеве. В этом изложении нет ни слова, ни про храм, ни про обрезание, ни про субботу, ни про прочие ритуалы. Есть то учение, которое могут принять все здравомыслящие люди, а именно есть Бог, Творец всего мироздания, Владыка и Небес, Владыка суши. Под этим представлением могут подписаться, расписаться, согласиться язычники тоже, если они образованы, если они ищут Творца, если они обладают некоторым философским мировоззрением. Вот символы веры. «Я, еврей, чту Господа, Бога Небесного, создавшего море и сушу». Дальше читаем. «Большой страх охватил моряков. Что ты наделал, – сказали они ему, – когда он сообщил им, что убегает от Господа». Рассказ Ионы вызывает ужас, благочестивое негодование у этих язычников. Они понимают, являясь язычниками, что так поступать с Богом невозможно. Бог дал поручение, его нужно исполнить. Ионы поступают неблагочестиво, неправедно, и моряки его в этом упрекают. «Что ты наделал? Почему ты убегаешь от Господа? Как нам поступить с тобой, чтобы море вокруг нас утихло? Шторм-то усиливается?» Спрашивают они его дальше. «Раз из-за тебя все началось, то ты дай нам и ответ на вопрос, как нам спастись и спасти тебя». Ион отвечает им следующим образом. «Возьмите меня и бросьте в море», – отвечает он, – «чтобы море вокруг вас утихло. Я же знаю, что это из-за меня на вас обрушился такой шторм». И вот появляется еще раз то, что мы уже обнаружили, обозначили – тяга к смерти, готовность умереть. Ну, ответ Иона очень простой. «Возьмите меня и прикончите, выбросите за борт, я умру, и проблема ваша будет решена». Иначе говоря, все что угодно – смерть, утопление, лишь бы не выполнять Божью волю. Но моряки оказываются людьми добродетельными, они понимают, что есть добро, что есть зло, и что выбрасывать за борт пассажира, человека, даже виновников всего этого действия, неправильно. И вот описывается их дальнейшее поведение. Моряки стали грести к берегу, но ничего у них не выходило, шторм все усиливался. Моряки против предложенного Ионой решения, они против того, чтобы убить без суда человека. Они делают максимум возможного, чтобы проблему решить иным образом. Но не получается, шторм все усиливается. Тогда они призвали Господа. «Господи, – сказали они, – не карай нас за гибель этого человека, не взыщи с нас за пролитие невинной крови. Ты, Господь, такова была твоя воля». И, о чудо, о удивление, это слова не еврея, слова не ионы, пророка, это слова язычников, которые знают о Боге Израилеве всего, может быть, полчаса. Но они излагают нормативное, правильное, высокое библейское учение. Они обращаются к Богу, они обратились к Богу, получается. Они стали верующими израильтянами по своему, хотя бы мировоззрению, по своей вере. «Господи, – они просят Его, – не карай нас, прости нас, избавь нас. Мы делаем то, в чем заключается твоя воля. Мы исполняем твою волю вот такой вот ценой». «Взяв иону, они бросили его в море, и волнение моря утихло». Все сработало. Божье поручение, приказание помогает им эту проблему решить. И море утихает, шторм исчезает. «Большой страх пред Господом охватил моряков. Они принесли Господу жертву и дали обеты». Вот, конец первой главы, мы видим то, что миссия Ионы по обращению язычников, вопреки воле Ионы, вопреки его желанию, точнее нежеланию, ценой его, ценой жизни этого пророка, потому что что стало с ним мы не знаем пока что. Пока что он за бортом и все, может быть, он погиб уже. Но эта миссия, она выполняется, потому что команда корабля, она обращена. Они испытывают страх пред Господом, они знают, что он есть, что он один. Они приносят жертву ему и дают обеты. Это есть, дорогие друзья, образцовое поведение каждого еврея пред лицом встречи с Богом, выполнение его поручения. Заметим тут то, что для реалий VIII века до Рождества Христова никакие жертвы помимо храма были невозможны. Поэтому, но тут мы видим, что они приносят Богу жертвы, и это не осуждается автором сочинения. Вывод такой. Автор имеет представление о том, что любые жертвы во всех местах, и на берегу моря, и на островах моря морских, и в Месопотамии, эти жертвы, они угодно, приятны Господу. Мы с вами прочитали первую главу книги пророка Ионы, узнали, что Иона бежит, спускается все ниже и ниже, и венцом его бегства оказывается его участь за бортом корабля. Продолжим на следующем занятии. Продолжение следует...